Воскресенье 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 этой трапезы, чтобы они пришли и разделили праздник и радость. И они пренебрегли этим приглашением, пошли, как говорит евангелиц, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Некоторые схватили рабов, оскорбили и даже некоторых убили из них. И вот Господь посылает свои войска, Господин, это царь, который готовил трапезу, посылает свои войска и истребляет убийц, он их, и сжигает город их. Здесь, братья и сестры, Господь говорил пророческие слова о будущем Иерусалима, потому как мы знаем из истории по прошествии 70 лет после распятия, воскресения Христова, вот римляне пришли и захватили Иерусалим и практически снесли его с лица земли, не оставив камня на камне. Таким образом, Господь в этой притче говорил, что придет время и город этих убийц будет сожжен и уничтожен. Мы знаем, что сами жители Иерусалима являются практически убийцами самого Сына Божия, потому что по их требованию, по их просьбе, по их крикам, распни его, распни, царь, не царь, а прокуратор Пилат Понтийский принял такое решение, осудил Христа на смерть. Его вывели за пределы города и распяли там. Вот по прошествии этого события, все они были, весь город был практически уничтожен римскими войсками. И дальше говорится о том, что Господь, Господин этого пира, царь, посылает своих рабов, чтобы призвали на этот пир, кого найдут. И они пошли по миру и собрали всех, кого нашли, злых и добрых, и брачный пир наполнился возлежащим. Здесь тоже, братья и сестры, пророческие слова о будущем Церкви Христовой, святые апостолы, ученики Христовые по его воскресенье, по сушествию на них Духа Святого разошлись по миру с проповедью, с благой вестью о воскресении Христовом, о спасении мира. И призвали своей проповедью огромное количество людей, не из народа избранного, потому что избранный народ был иудейский народ, который был избран Богом для служения ему, но из язычников, из других народов, которые не знали о истинном Боге, поклонялись разным божествам. И апостолы привели их всех в Царствие Небесное, привели их всех на пир веры, привели в Церковь Христову. И наполнился зал, который был приготовлен для этого пира, возлежащими. И дальше говорится, что сам царь заходит на этот пир, чтобы посмотреть на тех, которые к нему пришли. И вот видит он среди пирующих человека, который не был одет в брачную одежду. То есть все были одеты в одежды праздничной, а этот один не одел одежду брачную. И обращается ему, дружи, как ты пришел сюда не в брачной одежде. Вот евангелист говорит это так. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. То есть не было ему что сказать. Вот толкователи евангелия, братья и сестры, связывают вот этот вот образ брачной одежды с добрыми христианскими делами, с добрыми поступками, с добродетелями, которых призывает совершать Господь. Проявление любви, милосердия, заботы, заботы за других. И эта брачная одежда обычно и состоит из этих добродетелей. Вот среди первующих, среди тех призванных оказался человек, который не имел ничего доброго за своей душой. Вот нам очень как бы в этом месте нужно задуматься о своей жизни, о своих поступках, о том, что мы и являясь частью Церкви, являясь призванными на этот пир веры, на пир, брачный пир Царя Небесного, его жениха, Сына Божия и Церкви Христовой, можем оказаться без брачной одежды, не имея за своей душой ни добрых дел, ни настоящего истинного покаяния, ни настоящей крепкой веры и не имея настоящей христианской любви. И можем оказаться так же, как и этот нерадивый гость на брачном пире, евангельский гость, которого Господь повелевает, связав ему руки и ноги, говорит Господь, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И дальше говорятся такие слова, ибо много званных, а мало избранных. Господь призывает нас всех, братья и сестры, но избирает не всех, а тех, которые в своей жизни проявляют стремление к тому, чтобы послужить Господу Богу. Вот такое евангельское повествование в наставлении для нас, братья и сестры, для нашей жизни, для того, к чему нам стоит стремиться и какие цели ставить перед собой как христианину, как настоящему члену Церкви Христовой. Также сегодняшний день, понедельник, день, посвященный небесным силам, также и совершается память празднования воспоминаний чуда святаго архистратига Михаила. Архистратиг Михаил – это предводитель небесных воинств, его имя переводится как «кто, как Бог». И сегодня вспоминается событие, которое происходило близ города Иераполит, это была Греческая империя, Византийская империя. Теперь это территория Турции, известное место, которое близко находится от места, где были эти события. Это так называемый курорт Помукали, где такие террасы с соленой водой. И в этой местности был источник, и возле этого источника был посвященный храм святому архистратигу Божию Михаилу. Возле этого источника совершалось много чудес. Первое чудо, из-за чего был построен храм, было исцеление дочери одного из сановников. Она не могла говорить, и после того, как с молитвой приняла воду из этого источника, обрела дар речи, избавившись вот такой болезни. И вследствие этого был построен благодарность. За это был построен храм святого архистратига Божия Михаила. И вот при этом храме внес послушание панамаря, алтарника, как теперь говорят, помогающего при храме, человек именем Архип. И он был достаточно благочестивым человеком, молитвенным. И по его молитвам совершались многие чудеса, и многие из язычников переходили из язычества в истинную христианскую веру, принося поклонение Богу именно там, вот в этом храме архистратига Михаила. И языческие жрецы, язычники воспевали гневом и решили погубить храм и панамаря Архипа. И храм этот стоял под горой. Они направили две горных реки, которые текли выше в горах, так, чтобы они потекли на этот храм и погубили его. И вот когда они совершили свое злодеяние, святой преподобный, впоследствии уже святой, преподобный Архип взмолился святому покровителю этого места, архистратигу Михаилу, и он незамедлительно явился в этом месте, ударил жезлом своим камень рядом с храмом и открылся такой провал, как бы отверстие расщелено или расселено в камне. И та вода, которая должна была устремиться на храм, чтобы его погубить, ушла именно в эту расселину и ушла под землю. Таким образом, по молитвам Архипа и заступчеством Архистратига Божьего Михаила был сохранен храм и молящиеся в нем люди. Вот такое чудо сегодня вспоминается Церковью Православной, поэтому у нас на новое сегодня и иконочка святого Архистратига Михаила. Хочется кратенько сказать, братья и сестры, о будущем событии этой недели. Наш богослужебный годичный круг начинается с праздника, самый большой, двунадесятый праздник Нового года. А знаем, что церковный год начинается с 14 сентября. И на этой неделе, 21 сентября, мы совершаем праздник, праздник Рождества Пресвятой Владычицы, Нашей Богородицы и Пресно-Девы Марии. На этой неделе, во вторник, 20 числа, завтра уже вечером будет совершаться все ночные бдения и 21 числа в среду сам праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 8 часов утра, часы и Божественная Литургия. Матерь Божия родилась от престарелых родителей, святых праотец Якима и Анны, которые в течение своей долгой жизни не имели детей и претерпевали некоторые поношения в своей жизни из-за того, что у них не было чад. В те времена все ожидали пришествия в мир Мессии. И бесчастством считалось как бы наказание за какие-то тайные грехи. Сейчас, к сожалению, многие тяготятся многодетством, огромное количество детей не рождаются, огромное количество детей, к сожалению, убивают, прямо в утробе матери убивают. А в те времена чада – это было благословение Божие. Оно так и осталось, просто изменилось отношение людей к продолжению своего рода и к воспитанию детей. И многие тяготятся тем, что у них есть дети, что у них много детей, и стараются или вообще не иметь детей, к сожалению, большущему, или очень мало детей. А в те времена как раз Яким и Анна, не имея чад, очень скорбили об этом. И вот однажды уже престарелый Яким принес жертву свою в Иерусалимский храм, и первосвященник не принял от него эту жертву, сказал, что у тебя, наверное, есть какие-то тайные грехи, потому что ты наказан бессчадем. И Яким в такой скорби ушел в пустынное место, где спаслись его стада, и усердно молился Богу, вспоминая праотца Авраама. В Ветхом Завете известный праотец Авраам, отец всех верующих, тоже дожил до глубокой старости и не имел чад. И Господь даровал ему чаду уже, когда ему было почти сто лет. И чада это был его сын Исаак, которого он должен был принести в жертву. Но это другая история, история библейская, о вере в Бога и крепости этой веры, самого Авраама. Вот, имея пример Авраама, также Иоаким молился, чтобы Господь разрешил и его неплостно. Также и его супруга Анна в своем доме, гуляя в саду, видела гнездо птиц с птенцами, тоже скорбела и просила у Господа Бога, чтобы Господь разрешил ее неплостно. Потому что и птицы небесные имеют своих птенцов, и разные животные имеют детенышей, и у людей многих много чад. И она также молилась о том, чтобы Господь даровал ей чады. И вот они, введенные Духом Святым, встречаются у ворот, золотых ворот города Иерусалима, потому что Господь и ей, и ему сообщил о том, что в скором времени у них родится дочь приблагословенная. И действительно, по прошествии определенного времени, после этого события, Господь даровал им чадо, Пресвятую Владычеству, нашу Богородицу, Преснодеву Марию, день рождения, который мы сейчас будем праздновать на этой неделе. Мы очень много уделяем внимания дням рождения, своим дням рождения, своих любимых, близких людей. Мы дарим подарки, приходим в гости, поздравляем, приносим добрые пожелания своим добродетелям, людям, которые помогают нам, которые оказывают всякую помощь. Матерь Божия – заступница всего рода христианского и является и для нас всех общей матерью. Потому что Господь Иисус Христос через святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова усыновил и нас всех, весь род христианский, род человеческий усыновил Матери Божией. И она постоянно предстательствует и молится за нас перед престолом Божиим и оказывает нам всякую милость, поддерживая и подкрепляя нас в наших немощах. И, конечно же, нам, как достойным чадам, благодарным чадам Матери Божией, конечно же, должно быть всем в этот праздник, великий, славный, светлый праздник рождения Божьей Матери, быть в храме и принести благодарственные молитвы Матери Божией, Господу Богу за все благодеяния, которые они совершают нас ради грешных. Всех вас, братья и сестры, с праздником, всех призываю на это праздничное благослужение. Всем помощи Божьей. Субтитры создавал DimaTorzok